Привет! Это четвертый выпуск шоу «Археологические субботы». Сегодня будет довольно экспериментальный формат. Дело в том, что я рассчитываю снять весь выпуск одним дублем. Для меня это довольно серьезный вызов, потому что обычно мне требуется десяток, а то и сотня попыток для того, чтобы правильно записать ту или иную реплику в той или иной формулировке. Меня по-прежнему зовут Иван Савченко, и мы вновь будем говорить о самом интересном, что произошло в мире российской мировой археологии за последний месяц. Готовы? Поехали! Начнем с того, что несколько недель назад я подписался на рассылку пресс-релизов Института археологии Российской Академии Наук. Это действительно самый простой и удобный способ получать самые свежие, самые интересные новости, связанные с раскопками и экспедициями Института археологии, прямо в свой смартфон или прямо в свой лаптоп, сразу же после того, как этот пресс-релиз написан и до того, как он поступил в распоряжение средств массовой информации, потому что им эта рассылка тоже приходит. Спустя несколько дней мне пришел первый пресс-релиз. Он был достаточно интересный, рассказывал о результатах работы экспедиции Института археологии в Нижнем Новгороде. Дело в том, что там совсем недавно, буквально в этом месяце, обнаружена усадьба XIII века. Дело в том, что сам Нижний Новгород был основан в XIII веке, если быть более точным, в 1221 году, если я не ошибаюсь. Таким образом, эта усадьба обнаружена синхронно самому раннему этапу городской жизни. Но и это не самое интересное. Дело в том, что в случае с этой усадьбой мы имеем дело с уникальной стратеграфической картиной. И таким образом мы сможем лучше понять хронологию не только Нижнего Новгорода в этот период, но и близлежащих районов, ну и в принципе, этой части Древней Руси. Спустя несколько дней мне пришел следующий пресс-релиз, рассказывающий уже о событиях в Крыму. Дело в том, что Крымская новостроечная экспедиция обнаружила уникальный, не побоюсь этого слова, объект, возле поселения Монитра при раскопках, связанных со строительством подходных дорог к Керченскому мосту. Что... чем уникален, чем интересен этот памятник Монитра? Это усадьба Боспорского времени. То есть датируется она примерно V-III веком до нашей эры. И принадлежала эту усадьбу представителю боспорской аристократии, или же, возможно, представителю боспорской царской династии, царской фамилии. Это усадьба колоссальных размеров. В ней 10 дворов, более 40 помещений. Общая площадь усадьбы составляет больше 5000 квадратных метров. Это действительно фантастические размеры. И сохранность ее настолько потрясающая, настолько удивительная, что археологи рассчитывают, что удастся музеифицировать этот объект. То есть сохранить его, создать экспозицию под открытым небом, которая наряду с Херсонесом станет, возможно, главным археологическим музеем, главным археологическим расповедником, памятником, открытым для туристов под открытым небом. И, наконец, еще через несколько дней мне пришло третье письмо от Института археологии. Оно, пожалуй, было самым интригующим и самым захватывающим, самым многообещающим, потому что это был даже не совсем пресс-релиз, сколько приглашения на специальную пресс-конференцию, связанную с сенсационными находками в подмосковном городе Зарайск. В тот же день, когда мне пришло это письмо из СМИ, я узнал о том, что в Зарайске обнаружен клад каменного века, сделанный в черепе мамонта. Таким образом, связав два этих события, я понял, что специальная пресс-конференция, она как раз будет посвящена этому кладу. Более того, в письме говорилось, что там же будут выставлены эти уникальные находки, сделанные какие и не говорилось, но, как бы, связав воедино эти два факта, я понял, что речь идет о том самом кладе. Разумеется, на следующий день, в полдень, я был в институте археологии и снимал все это сам. Что такое Зарайск? Что такое Зарайск для российской археологии и мировой археологии? Зарайск — это один из самых известных, один из самых важных, наряду с такими памятниками, как Костемки, Капова пещера, один из самых важных памятников эпохи каменного века, расположенных не только на территории России, но и, в принципе, на территории Евразийского континента. Там, много лет назад, в середине 20 века, была обнаружена стоянка каменного века, стоянка охотников на мамонтов. Представляете, каких-то 20 тысяч лет назад по территории Московской области блуждали мамонты. И в Зарайске была стоянка тех людей, которые, собственно, охотились за этими мамонтами, и именно там был обнаружен клад, сделанный в черепе мамонта. Уникальность Зарайска состоит еще и в том, что в 16 веке знаменитый Зарайский Кремль был построен прямо на стоянке эпохи каменного века, которой уже 20 тысяч лет. Таким образом, в Зарайске создался уникальный исторический и природно-археологический, если его можно так назвать, ландшафт, в котором можно совместить, можно увидеть разные эпохи, связанные с историей нашей страны и всего Евразийского континента. Это очень здорово. Кстати говоря, пользуясь случаем, всем советую съездить в музей в Костенках, потому что это совершенно потрясающий музей под открытым небом. Музей представляет собой саркофаг, который построен на вершине поверх раскопок, поверх стоянка людей каменного века, в том числе с бивнями мамонта, которая была законсервирована, то есть сохранена в том самом виде, в котором она была обнаружена и исследована, и поверх нее построили вот этот вот каменный саркофаг, который выглядит как золотохранилище, почти что шубохранилище, дядюшки Скруджа, Макдака. В общем, это очень классное место. Если будете в Воронежской области, обязательно заедьте. Правда, зимой они не работают, так что, если будете там летом. И заканчивая тему каменного века, еще одна новость. В пещере Шультанташ, что находится на Южном Урале, и которая также известна как Капова пещера, прошла презентация книги Владислава Житинева «Капова пещера. Палеолитическое подземное святилище». Владислав Житинев возглавляет, собственно, экспедицию Московского государственного университета, которая уже десятилетия исследует Капову пещеру, известнейший на весь мир памятник эпохи каменного века. И можно только порадоваться, что результаты исследований этих десяти лет теперь существуют в виде книги, которую каждый желающий может приобрести, каждый желающий может прочитать. Владислав Житинев был лектором на первом курсе моем университетском. Собственно, он до сих пор остается лектором. Его лекции обожали все мои однокурсники, и сам я был к ним неравнодушен. Но помимо того, что он потрясающий лектор, он один из главных, а может быть и главный в каком-то смысле исследователь каменного века в нашей стране. В общем, можно, повторюсь, только порадоваться, что он нашел время, чтобы написать этот титанический труд, который каждый желающий теперь может приобрести. В общем, скоро он появится в книжных магазинах. Обязательно следите и не пропустите выход, потому что, скорее всего, небольшим тиражом напечатано, как это обычно бывает с такого рода книгами. В заключение, короткой строкой, несколько новостей, пробежимся. Израильские ученые пришли к выводу, что найденное в 1600... Прошу прощения, в 1969 году в крепости Иродион кольцо принадлежало, кому бы вы думали, Понтию Пилату. Новость номер два. В Египте обнаружены 8 необычных цветных саркофага. Они обнаружены в районе Каира. И, собственно, самый интересный комментарий. Это комментарий Ольги Томашевич, сотрудницы нашей кафедры, которую я, собственно, заканчивал, кафедру истории Древнего мира исторического факультета МГУ. Один из главных специалистов по Древнему Египту в нашей стране. Ольга Владимировна рассказала телеканалу RTVI о том, что это за погребение, почему эти саркофаги цветные. В общем, ссылка на это видео есть в описании. Традиционная наша рубрика «Мечи эпохи викингов». Меч эпохи викингов найден в Турции. Он датируется X, прошу прощения, IX-X веками. По всей видимости, он принадлежал викингу, который состоял на службе у византийского императора. Мы знаем, что это было сплошь и рядом. Письменные источники об этом наглядно нам свидетельствуют. Интересен в этом смысле комментарий Романа Шляхтина, византиниста, который работает в Турции, в своем комментарии в Фейсбуке под записью Сергея Каинова. Он, как человек, знающий не понаслышке турецкую археологию и постоянно с ней соприкасающийся, в первую очередь в византийскую археологию, он сказал, что турецкие археологи только в последнее время начали уделять серьезное внимание слоям византийского времени. До этого времени их особо не интересовали, и все находки отправлялись в лету времени. Для того, чтобы понимать, насколько эта находка действительно уникальна, нужно сказать, что это всего второй меч эпохи викингов, обнаруженный на территории Турецкой Византии за все время исследований в этом регионе. Хотя, опять же, по письменным источникам мы знаем, что викингов на этой территории было колоссальное количество, и, собственно, они приходили, вставали на службу к византийскому императору, и замечательно за него сражались, воевали. Поэтому тот факт, что это всего второй меч, он, конечно, абсолютно не соответствует тому археологическому контексту, который должен у нас быть. На этом у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Нам по-прежнему нужна ваша поддержка. Будем на связи. Пока.